Этой львице всего несколько месяцев от роду, а ее портфолио позавидует любая модель. Бонни принадлежала уличным фотографам. Для животных это, как правило, не означает ничего хорошего. Постоянные стрессы и переезды, чудовищные условия проживания. Об этом узнали зоозащитники. В интернете был объявлен сбор средств, львенка выкупили и отвезли в реабилитационный центр. В клетке на улице Бонни мерзнет, так что ей предоставили теплую квартирку, уплотнив велесовских волонтеров. Давай, 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 сюда. Вперед. Влажность. Только полураскрытая пасть и влажные подушечки лап указывают на стресс. Бонни осваивает новые пространства с осторожностью. Мяукает перед запертой дверью, боится лестниц и, если не хочет куда-то идти, просто ложится. В общем, по поведению обычный домашний кот, готовый точить когти о диван и грызть провода. Правда, велесовские собаки при ее приближении немедленно принимают позу подчинения. Играть львенку, похоже, не с кем. С игрушками нужно экспериментировать. Она сама себе их ищет, я смотрю. Диваны. Диваны, всякие веточки, палочки. В природе-то, ну, что деревья, камни, больше ничего. И собратья, соответственно, по оружию. Поэтому я думаю, что собаки станут игрушками. А играть необходимо. Звери так учатся. В реабилитационном центре даже объявили конкурс на лучший тренажер для подрастающих хищников. Речь о братьях-медведях, которые готовятся к переезду в новый вольер. Ребята молодые, два медведя, поэтому мы хотим все-таки что-то, вот если там у Потапа еще пустовато, здесь хотим какие-то тренажеры, да, препятствия, ну, чтобы им, по крайней мере, было чем заняться всю свою жизнь. Изначально носика и хвостика планировали вернуть в лес, но первую в своей жизни зимовку братья пропустили. Все это время они ели и развлекались. Когда пришло время выпускать медведей на волю, оказалось, что они вдвое крупнее сверстников. К тому же привыкли к людям, в природу им нельзя. А вот Бонни через месяц уедет в Крым, в крупнейший в Европе парк львов. Их там уже четыре десятка. Вот только надо позаботиться о подходящей транспортной клетке. По дороге из Твери в Петербург львица сгрызла перевозку чуть меньше, чем наполовину. Юлия Васильева, Михаил Юзин и Марк Полухинский. Хвести Петербург из Ленинградской области.